приветствую всех на канале еда за минуту сегодня мы будем готовить торт без выпечки а еще проще из печенье две пачки печенье бананы шоколад начинаем с чего берем готовые фирма не имеет значения готовый крем сухой крем для торта разбавляем его молоком размешали миксером затем туда нужно обязательно добавить сливки у меня 20 процентной сливки когда добавляешь сливки понимаете крем получается очень очень мягкий и очень вкусный вот такая консистенция мы его взбиваем хорошенько размешиваем все это проделывается миксером хотите делайте это все венчиком добавляю разрыхлитель также добавляю ванилин может быть это экстракт ванилина также добавляю сливочное масло это может быть сливочный маргарин специальный сливочный маргарин для выпекания и так далее но мы его добавляем для крема он получился очень густой вкусный и необычный такой вкус просто необычный попробуйте так приготовить крем крем получился у нас и не жидкий и не густой такой консистенции вы знаете очень такой можно сказать даже как как мороженое пломбир вот такая консистенция сразу вспоминаю детство вот крем готов вы знаете когда вы приготовите крем когда вы готовите к торт без выпечки приготовление крема это уже готовность вашего торта на 99 процентов вот мы сейчас подготовили наш нашу такую штучку как противень мы в него его смазали маслом а можно и также можно ее обернуть пищевой пленкой так как мы не будем это готовить духовке поэтому масло можно и не намазывать теперь мы подготавливаем наши бортики весь тортик так как у нас будет из печенья и бортики также будут из печенья вы можете печенье положить как бы на бок так как это прямоугольнички то у нас он будет многоугольник чтобы такого не произошло мы их положили поставили вот таким вот образом то есть выкладываем полностью бортик из печенья печенье ставим именно в высоту затем начинаем остальные печенье смачивать молоке только не нужно в молоке оставлять на какое-то время иначе она у вас разбухнет и в общем то торт у вас не получится просто мы смачиваем молоке окунаем и выкладываем печенье выкладывается таким образом чтобы выложить именно им весь пол нашего противня вот там уже на глаз можете уголки как бы отламывать также так как бы отламывали и крошки все все можно использовать вот таким образом это как бы основное дно у нас должно быть выложено выстила на понимаете а вот где вот остались щели как бы такие вот как бы неровности там везде мы уже выкладываем нашим же печеньем только в таком раскрошенном виде вот после того как мы выложили вот такую вот нашу дубовую кадушку она получилась очень красивой формы такой прям идеальный начинаем выкладывать наш крем который мы предварительно приготовили крем выкладывается таким вот способом то есть начали накидываем затем разравниваем вам поможет идеально поможет кондитерская такая лопаточка силиконовая затем продолжаем выкладывать вторую значит второй уровень второй слой также накидываем и разравниваем наш крем это вот рассказывать дольше чем все это приготовить приготовить вы за минуты и вы сами себе удивитесь настолько это будет быстро все зависит от вашей фантазии снаружи я ничем не не украшаю можно снаружи украсить когда вы вынете с противня вы можете снаружи украсить все возможными какими вам душе угодно и кремами и шоколадным соусом и всем чем угодно но теперь вот получается у нас третий слой он уже идет банановый почему мы в самый низ не ложим бананы потому что бананы все таки они дают сок дно размягчится и получится что когда вы начнете на разрезать ваш кусочек будет распадаться а так как он уже на третьем слое он у вас будет хорошо просматриваться и не и ваш тортик не развалится опять же накладываем крем разравниваем наши лопаточкой и так до бесконечности вы можете таким способом значит выкладывать затем взять поменьше по объему значит по диаметру такую же чашечку глубокую также выложить печеньем но только уже другими ягодами и он у вас будет 2 3 4 5 ярусный торт но мы сейчас так слишком далеко замахиваться не будем на многоярусные торты а показываем то что быстро и просто делается продолжаем строительство наших слоев это у нас получается уже четвертый слой выкладываем не забывайте печенье промакивать в молоке молоко не должно быть горячим иначе ваше печенье развалится опять же наш крем крема вы можете чередовать выкладывать то белый то шоколадный то какой-то малиновый и так далее то есть это все все зависит от вашей фантазии я сейчас показываю только то что сейчас мы высыпаем орехи это грецкие орехи мы не захотели чтобы они были измельченные с ой то есть крупными кусками потому что затем она будет не будет гармонировать то что у нас все такое мягкое все такое вкусненькое и грецкий орех не хотелось бы чтобы он был твердым как камень поэтому мы его измельчили но не в пыль сверху идет еще один слой наших вкусных печенек крекер простые печеньки не нужно брать какие-то дорогие навороченные вот они самые простые две пачки печенья вам как хватит на один торт обмакиваем выкладываем обмакиваем выкладываем теперь это вот на самый верх нужно значит тонким слоем крема а затем уже можно или кондитерским рукавом или можно руками или всем чем угодно просто произвольно форме положить еще один слой крема а также это вот я шоколад в миксере на это самое измельчила и вот сверху вы знаете почему сверху вот так вот через сит она идет потому что так для красоты это уже произвольно то я так решила что по центру должно быть мелко а затем рукой берете и по краям уже более крупные шоколадинки лежат также зависит от вашей фантазии чем проще тем лучше можете прям не раздроблять а большими кусками прям воткнуть в произвольной форме и они у вас будут выглядеть как руины старого города вот такой вот у нас получился тортик теперь мы освобождаем его от кольца убираем кольцо вот он то что я вам говорила снаружи вы можете оформлять сколько душе угодно но чем проще тем лучше все гениальное просто всем приятного аппетита заходите подписывайтесь на канал еда за минуту огромное спасибо вам за комментарии и за ваши лайки я только буду рада если вам хоть как-то понравится мои видео до новых встреч а 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 Продолжение следует...